книга открытым оком тема объединения том 19 вопрос 3343 когда сегодня дают интервью разъясняющий почему вдруг так заторопились в объятия МП если какие разъяснения над которыми можно только посмеяться отвечает Игнатий Тихонович Лапкин вот один из образчиков цитата между прочим когда архиерейский собор русская православная церковь за границей 1927 года принял решение от 27 августа по новому стилю 9 сентября о прекращении сношений с московской церковной властью и о вступлении в самоуправление заметим нам не известен ни один соборный церковный документ в котором говорится о разрыве евхаристического общения с церковью в России не клирики русской зарубежной церкви не ее прихожане не были опрошены как и не было созыва всезарубежного собора по столь важному вопросу на третьем всезарубежном соборе были ограничения по времени организаторы 4 собора должны были так организовать выступления чтобы каждый делегат имел возможность высказаться во второй и третий день собора было более 130 выступлений с мест 130 по 4 минуты это 520 минут почти 9 часов непрерывной речи и это не включая ответов докладчиков и членов комиссии выступающим на четвертом всезарубежном соборе было дано следующее определение матерь церковь это церковь новомучеников поместного собора и святой руси прочитав такое делаешь один вывод или совершенно неверующие попы или дурят головы по привычке всем считая слушателей опупелыми попками и попками не комментарии не хочется давать на такие ляпсусы не смеяться нет страха божий у батюшек и потому все им божья роса хотя бы события плевали им в глаза книга иова 38 2 кто сей омрачающие проведения словами бессмысла и его 13 8 надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за бога так препираться экклесиаст 6 10 что существует тому уже наречено имя и известно что это человек и что он не может припираться с тем кто сильнее его кумир и и дал значит против бога против того что в них на них они кабы не бог и их бы не потрогать и не было бы идольской возни кумирам памятникам видные места любимые зевс и артемида шлюха поклонников нашли себе под стать на бездуховности наращивают брюхо усатый гуталинщик людоед сожрал десятки миллионов жизней и за него вновь голосует дед мол сталин спас в войну отчизну но если бы духовно рассуждали не ползали умом питаясь прахом они бы поняли в аду проклятый сталин он сдох как пес и не дождался плахи никто никак не заслани христа ему единому не надлежит замены знать божья воля что горел рейхстаг и семиглавый змей там водрузил знамена господь опять же он никто другой кем переполнена разум размышления всю божью честь кумир к себе гребет и все по списку и все по списку жертвоприношения не многого ли требует бездушный уста имеющий отнюдь не говорящий его разрушить ничего нет лучше создателям его затарить в ящик икона почитания очень близко подходит часто к идолопоклонству над пропастью ползут с предельным риском когда целуют не икону доску всей крепостью всем сердцем и умом не тогда душой и сердцем то поймем что идол то идол не приблизится к порогу 18 декабря 2006 год Игнатий Лапкин Субтитры сделал DimaTorzok